всем хэллоу всем приветик приветик мои хорошие ну что опять поедим снова покушаем что на этот раз на этот раз у меня значит рулька свиная только я чтобы не возиться тут с этими костями я это все аккуратненько разобрала вот так красиво себе приготовила тарелочка лопата рулька с картошечкой картошечка в сыре ну естественно естественно мои огурчики вот эти вот чутка салатика помидорчик и красный перчик болгарский морковочка как думаете чем шлифанем у нас снова торт у нас снова тортик решили каждый день тортики покупать ну понятное дело чай с лимоном как я люблю говорить без воды не туды и не сюды пью только через трубочку знаете почему девочки чтобы работали вот эти мышцы это я у одного косметолога подглядела но потому что всякие упражнения для вот этих жевательных мышц там делать лень а когда пьешь всю жидкость через трубочку у тебя работают все вот эти жевательные мышцы и должны подтягиваться должны так ну все неприятного аппетита кто со мной тоже приятного аппетита рулечка одна нам было мало поэтому я сварила ее с большим куском сваренки все это я достала из бульончик а так сказать там не бульончик там прям холодец кину разобрала косточек кинула на сковородочку подрумянила лук не добавляла просто костя не любит добавила только томата ну всякие специи просто вкуснятина так что ужин ужин как у культурной женщины 18 00 хлебушек костян сбегал мне купил мой любимый батон с изюмом естественно через тостер тоже где-то я выглядела что если хлеб кушать жарить его предварительно в тостере то с него уже толстеть не будешь это все надежда я уже много ем много ем много лет ем батон хлеб вообще любой через тостер но что-то не помогает ни хрена не помогает девочка ну правильно жирная рулька майонез тут майонез торт тут майонез хочу такая умная пожрать и похудеть это когда завести глистов не завести тут у братья господи глистов они весь твой обед съедали но я не хочу я боюсь глистов вообще тема про глистов самое то за обедом за самое то сделать сегодня девочки на ю тубе смотрела всякие видео попался мне канал но я так понимаю он себя оппозиционирует канал обзорщик я если честно канал обзорщики не понимаю можно делать обзор допустим на другие канала как-то юмористической форме но когда просто так сказать владельцу канала не нравится какой-то другой и он его просто я считаю что это не обзор этот канал все время проходится по пиратам и по судаковой по самым безобидным таким знаете не сильно крупным и безобидным каналам которые особо ничего против и не сказать хотя судакову я бы не сказал что она безобидная она так легко налево направо желает людям смерти даже такой подумать боюсь она прям всем кто ей не угоден всех отправляет мир иной я всего этого очень боюсь потому что я на сто процентов уверена что жизнь это бумеранг что ты людям желаешь она все равно вернется не тебе так твоим детям не твоим детям так твоим внукам и поэтому раскидываться знаете вот такой вот гадостью негативом я считаю это последнее дело а вообще инка очень интересный персонаж что такого ничего особенно в жизни не пристоит работы нет друзей нет земли нет но она каждое утро встает и хотя самая счастливая это знаете тоже у него как мантра да стала я самая обаятельная и привлекательная кстати хорошее выражение я свой канал так и перемены переименую потому что все равно мне константин со мной не снимается ему некогда так что поменяю кай девочки название своего канала ммм бляха муха как вкусно я вообще рульку люблю только там это кость ну и чёрт с ней кость я никогда не выбрасываю я ее убираю в морозильник а потом когда мусор не что относить я отдаю на улице собакам они что-то жрать хотят уличные собаки поэтому и собака погрызет и я наемся так ну что по судаковой прошлись самая счастливая может она в этом плане молодец она себе это внушает может быть она в этом и счастлива мы же не знаем не все же хотят иметь семью не все хотят иметь детей потому что это же все равно очень большая ответственность а так она проснулась и не надо переживать ни за кого не за собаку которую надо на улице вывести не за ребенка который например там в школу убежал у нее ни за что не болит голова видите и в своем роде она в этом счастлива что она ни за что не переживает она счастливая нервная система у нее спокойно значит она болеть будет мало наверное а тут за все подряд переживаешь уедешь переживаешь как там сидят кошки как погуляли с собакой доехали константин до колледжа все и нормально хорошо ли он там пообедал звонить старшим детям все ли хорошо а тут ни за что переживать не надо встала счастливая ладненькая помылась умылась вышла на балкон покурила и все жить удалось ну а теперь давайте про пиратскую жизнь поговорим ой ну там до пиратской жизнь это конечно тоже феномен еще тот нинка все время бравирует что она у нее такая возможность что она не работает а я считаю что это не дай бог молодому человеку не работать не представляю ну ладно 50 лет там допустим уже по болезни там по здоровью человек может работать но если есть возможность лучше посидеть дома но когда в 30 с лишним лет ты не хочешь работать я думаю что это беда потому что во первых если у тебя работа любимая как я работала я ужасно люблю свою профессию ужасно я с удовольствием работала в школе отработала весь свой пед стаж выработала значит если у тебя любимая профессия ты отдаешься с ней в ей полностью у тебя значит если хороший коллектив общение да даже элементарно нинка встала мокрыми руками волосы причесала в них василёк одела и целый день ширк 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 но зато дома но зато не работаем а на работу ты должна каждый день выглядеть понимаете подтянуться как-то даже когда болеешь вот я столько лет в школе отработала даже больничные листы не брала потому что не могла себе этого позволить потому что у меня уроки у меня открытые занятия у нас были концерты отчётные концерты для родителей в школе работать это вообще это родители это бесконечное общение родители звонят узнают там туда-сюда я думаю что это в сто раз лучше чем сидеть дома просыпаться в 3 часа дня прийти на кухню начать там варить пельмени не знаю что в 3 часа дня и говорить вот я имею возможность не работать да не дай бог ну ладно ты не работаешь молодая бог с тобой сиди дома ну мужика то ты зачем уже себя держишь он ни на что не способен только резать салатики сидеть ей в лучок и резать салатики у меня Петровичу 60 лет я говорю тебе через 3 года на пенсию я говорю сразу бросай будем сидеть он на меня так посмотрел как на дуру он говорит а почему должен бросить я погибну дома я погибну я не хочу сидеть дома я хочу работать пускай не не только не столько не такой полный день там не такой график ну это лично мое мнение я его никому не навязываю шедевральная картошечка шедевральное мясо короче зачем мы говорим про левых людей будем говорить про себя я тоже хочу работать очень в школу я уже не пойду работать потому что уже молодежь наступает на пятки зачем мне там нужна пенсионерка в школе каких то вот допустим кружков там что то такого плана у нас нет в городе я бы с удовольствием пошла работать в торговый центр вот с удовольствием какой нибудь хорошенький магазинчик с хорошей одеждой где ты должна каждый день сама эстетично выглядеть значит ты будешь все время подтянутая значит ты будешь все время нарядная общение я могу поделиться опытом допустим все равно каким то жизненным даже в том же прикиде так сказать вот я очень хочу пойти на такую работу но пардон тис нет вакансий нигде тем более для пенсионеров тем более я официальный пенсионер надо завязывать есть анония потому что у меня стала текать сильно правая нога стопа она текает так что даже вот это место сустав даже плохо гнется потому что она прям надувается нога а тем более мне как сердечнику и тем более соленая она уже удерживает жидкость в организме не дает ей выходить но силы воли вообще нету ну хотя как нету да нету уже раньше была сейчас нету но очень я люблю хороший чай но хороший чай прям вот когда бываем где нибудь я покупаю себе рассыпной чай на развес листовой ну раз уже ни хера нету одно время я выписывала свал Борис но он тоже стал приходить все хуже и хуже знаете такое впечатление что такой элитный чай фасовали то что попадало все замели и в пакетике и продают вот только одна надежда петрович когда что-нибудь привозит с Владивостока ну рядом же все это там Китай если оттуда что-нибудь привозит сегодня разговаривали по телефону он купил доширак купил доширак китайский натуральный пятьсот тридцать рублей стоит одна пачка ну это знаете почему потому что там специальная посудина он заливается холодной водой и она сама эта посудина закипает разогревает воду но все равно настоящий китайский он очень вкусный вот он все время привозит кофе какое-нибудь хорошее но кофе я пью крайне редко прям вообще не люблю вот оно мне что есть что нету кофе могу выпить только со сливками больше никак и крайне редко и пустой вот без всего ничего мне просто если кофеёк выпить и все и все я девочки и мальчики подсела на ютубе на самуэла ну наверное все его смотрят там на всю эту банду самуэл на всю семейку вот еще их смотрю ну как смотрю когда время есть когда например салат режу то включу смотрю у кого-нибудь а там чтобы сесть специально и смотреть у меня тоже времени нету у него катастрофически жалко вот вернемся к Нине к пиратам я не знаю где у нее раньше работал муж но где-то работал зачем она его забрала с работы зачем он рядом с ней сидит молодой человек в сорок лет он еще лет пять посидит он уже потом никогда в жизни не выйдет на работу не захочет я считаю что это лодырь лодырь молодому человеку тем более у них как они любят говорить уже неделю идет ремонт ну там да на самом деле там да в любую квартиру в любое помещение сколько не вкладывай все что-то надо 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 мужчина молодой сидит дома он же может где-то работать хоть какую-то копеечку в дом зарабатывать не знаю но это мое мнение я никому не навязываю никому в мое детство в мое детство у меня у бабушки была подруга я не знаю по какой причине она не рабатывала ни одного дня так у нее была какая-то статья за тунеядство представляете а сейчас а сейчас всем пухину хочешь работе хочешь не работе ммм 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 я его положила на сковородочку добавила там всякие приправки ну кто что любит еще минут пять потушила обязательно томат томатную пасту ложечку кинула кухмастер самая лучшая томатная паста все до того нежное мясо так ну что девочки мальчики с оленями я наелась шлифанем 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 тортиком а потом горячая такая толстая аппетита нет вообще мало ем ну все я наелась вот видите даже салат вот у меня наелась я не могу обжираться может я часа через три его и доем но это за раз мне столько не осилить сегодня у меня снова прическа шишка а во лбу звезда горит очень я давно уже наверное год хочу подставиться очень коротко потому что у меня ужасно бывает болит голова от волос а сейчас волосы стали так вылезать прям вот прядями но я не могу вот чтоб мне волосы мне надо все вот убрать все залакировать чтоб все было убрано если я коротко обстригу что делать только если на лосо у меня у мамы была ниже пятой точки коса вот такой толщины и у нее раньше ну я хоть хвост сделала а потом шишку а вот она раньше сразу из волос наматывала шишку чтоб она держалась у меня туда раз коса была очень толстая она туда штук тридцать этих шпилек представляете и вот когда она на ночь эти шпильки вытаскивала волосы так красиво падали густые длинные прямые они у нее так красиво падали а мыло голову она только хной красила и мыло только хной и у нее прямо от тяжести от шпилек все время болела голова я помню я уже рассказывала она у нас пришла с работы мы так дверь открываем она стоит у нее короткая прям вот такая длинная стрижка она это все отрезала нафиг и она говорит господи я с парикмахерской вышла такая счастливая прям как будто бы я вот себя путь сняла и все и потом она уже все все время ходила только с такой короткой стрижкой ну уже к ней привыкла все а я вот только заодно переживаю что мне надо все время убирать волосы она уже не представляет там челка на лицо упадет или вот здесь вот я даже сплю туго делаю себе или шишку или что-то вот убираю волосы с убранными волосами и тортиком я уже объелась ну вот эту розочку сейчас доем уж очень она вкусня все все заставляем мышцы работать чтобы подтягивались щеки и я уже девочки уже на протяжении наверное дня три четыре ношу вот этот бандаж с лифтинг эффектом тяжело первый раз я походила в нем ну может быть около часа тяжело все жарко все тянет единственное что плохо вот здесь вот фиксация и вот эти вот колючки цепляют волосы и я снимала прям и знаете я выдрала пол башки себе волосы надо как-то навостриться подкладывать наверное платочек сюда потом только волосы но если что-то лишнее подкладывать это будет еще жарче ну в общем наверное настроюсь вот хочу попробовать походить будет толк не будет но я думаю если лицо похудеет то тогда совсем объяснить шкура и вот не знаешь что делать ой все я наелась напилась надеюсь со мной кто-нибудь за компанию тоже покушал потрапезничал так сказать все всем хорошего дня завтра сегодня хорошего вечера чудесной ночи и всего самого наилучшего не забудьте поставить лайк если не жалко конечно если жалко не надо ну подписаться можете кто я не против все всем пока адьос